Здравствуйте, еще раз представлюсь. Меня зовут Лена. Можно Ваша фамилия, имя, отчество? Рубинов, Рубинов, Ефим Борисович. Можно паспорт ваш? Есть такой. Ефим Борисович. Это потом можно будет запомнить. Идет, идет, идет. Можете написать вот здесь свой адрес и телефон? Давайте я вам буду говорить. Ну, или давайте выбрать, кто идти. Москва, улица Туриска. Так, секундочку. Меня зовут Даша. Даша. Даша хороший. Редкость. Дом 10. Дом 10. Дом 10. Квартира. Тридцать, Валентина, Деды, там все. Вы даете свое согласие на использование персональных данных, а также видеозаписи, произведенной 7 марта. 6 сегодня. А, сегодня 6? 6 марта. 2011 года. В проекте по созданию видеоархива 4145.SU и дальнейшего использования данного видеоархива в образовательных и научных целях Московским государственным гуманитарным университетом имени Шолохова. Вы сейчас проживаете по адресу. Так, что здесь есть ваша подпись и фамилия. Улица Свободы, Москва, Вольца Свободы, дом 81, корпус 4, картира 680. 495, 45, 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 45. Ваш год и место рождения. Ваше время нахождения на фронте. Попали вы на фронт когда? В 1941 году в детстве, но вы не воевали? Нет, но бомбы видел, под бомбёжкой, под обстрелом. Число? Число? Филипп. 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 Время. Сколько вам было лет, когда началась война? Двенадцать. Вы как-то предчувствовали надвигающуюся войну? Может слышали от кого родители или радио? У нас была бабушка, которая прожила 106 лет. Она была правительством. За три месяца она сказала, кто погибнет, кто остается. Она сказала, что советуется, пусть погибнет. Восьмой, всех десять. Всех десять. Во время войны принесли Валериха. Всех шаги. Старшая сестра Валериха. Нина с 20-го года была в Ленинграде. Ревчонкина. Вами, мне старший брат, летчик, хозяин. Оно желает из каких-то телеварсов. Я был в детском доме. Саратовской области, вальцевский район, в село Грохоте. В 44-м году приехала, в деревню меня взяли в сам вальцер, в случае ФСУ, для тренировки. В 44-м году она приехала, она пообновительно восстановили родной комбинат города Смоленска. И брал, что крепкие ребята, я по росту, более не менее, я попал. Теперь, примерно через месяц была страшная больница. А мы хотели, чтобы нас покормили, получили. Днем мы работали на комбинате, а там, значит, мы должны убирать мусор с железной дороги. Нас там кормили, давали по вечеру хлеба. Мы участвовали, это для нас было счастье. Там меня подранило, в районе бельяшки. Перевезли меня ранее в Белевскую область. Когда я встал на ноги, стал работать в совхозе, рабочем. В совхозе Белевскую область. Ну, проработал я там до 50-х. А что вы думали о войне в Испании и столкновении с войной на Халкинголе? В Москве пришлось в воинскую часть в 1929-е. Это актуальная встреча с именем. Сейчас она принимается в комбинате. Она называется Матери, НКВД. Отслужил за хорошую службу деятельного. В 1953-м году был в охране дополня к Сталина. Непосредственно. Я только смотрел. Общайство сделано на 578 и привезли нас. Это мы, как нас привезли, ночью 6 марта 1953-го года. Стояли первые сутки в Лубянке. Вторые сутки в Голубянке. А как узнали о начале войны? В 19-е число я стоял еще один. У родного места до конца. В провождении походу. Который оставил на телескопе. Вынеску часть. Ну и собственно. Дальше обеспечили мне квартиры. Квартиры. У меня был в Москве без квартиры. Третий общий. Квартиры обеспечили. Потом вторые обеспечили квартиры. И, конечно, все думали, к чему закончится. Потом мировой Сергеевич нас всех послал домой. Больше рассчитывали на концу. Поздравлять все дети. А на каком? Приехал я в Тульскую область. Где я получила до этого еще до армии. Ну, причина войны. Поздравляйте, пожалуйста, погромче. Потому что тут громко разговаривают. Ваш голос может не записаться. А стремиться к господству? Когда я приехал в город Белеву. Меня направили бригадировым поливодом. Так как было сельское хозяйство. Дом и галидов. Встреча. Осуждений. Вообще никого не было. Когда выпустили. Вот я там был бригадировым поливодом. командовал. В апреле месяце примерно 25 числа. Пришло письмо. Первое. Встреча. 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 Тестно all. Пусть заявили. Встречаeger. Вообще. В 1968 октября. Сегодня они были строительные данные адресики. Нет, я тоже их упростил, я было здесь. Ну что еще. Можно пару вопросов еще? Какова была ваша реакция ваших близких, когда вы узнали о начале войны? Ваши чувства, эмоции, что вы помните? Мы сразу, когда бомбить начали, по-моему, вот уже позволь вечера, в 2 месяца, мы бегали, смотрели, где же пошел, просили нас на предыдущие. Мы выполняли эти объекты, эти ребятишки, сжигалки сбрасывали с крыши. Это я говорю, это мой приятель, Максим Савельевич. Вы его вывести не сумели. Нет, честно. По данным, а пока вы не понимаете, я не взял ничего, я не взял ничего, я не взял ничего. Ну, естественно, как это произошло. Потом попрошу поговорить, я бы сказал. А вы думаете, что за мной получше слышно было? А тяжелые, когда разборбились, без бомба послали нашему. А потом просто начну вам задать вопросы. Там еще раз освободили нас. Вы думали тогда о причинах войны? Нет, я хотел быстрее победа была, я был здесь Советский Союз. Масальский город, там Заячья гора. Часть у нас была замечательная. Резор уже в Москве. Это почти на Воробьевых горах. Ну, а мы делали просто охранять территорию Москвы. И про Сталина рассказал. У меня, значит так, семь человек из наших, я в начале, почему не семь человек. Они были все парни. Насестра из Ленинграда выбезли. Она потом была здесь, в Москве. И она умерла в 91-м. Буквально два месяца тому назад, в Смоленске. Вот такие вот дела. Значит, последний в Тишинском районе я отработал, сейчас скажу, с 17 января 1975 года до 5 апреля 2015 года. А какая минута, день или события были для Вас самыми трудными, тяжелыми? Самыми трудными были, когда наслели в детдом. Сегодня 6 марта 2011 года. Представьте, пожалуйста, что мы работали на поле в селе. Я бы хотела задать Вам хреба не было. Но никто не нашел. Было ли у Вас ощущение в ближайшем силе? Даже просились. У нас был на фронт. Мы говорили, что вы подрастете. До этого, пока вы подрастете, будут попадаться нами. И всегда отмечали. Мы победим. А было ли какое-то событие, которое запомнилось Вам не печально, а вот как радостно? День Победы. День Победы. Как Вы думаете, что для фронтовиков тогда было источником мужества? Почему они с таким упорством, с такой верой защищали страну? Вот сейчас очень мало людей, которые даже просто, чтобы пойти в армию, они не могут. В мирное время они отхосят, а вот тогда было иначе. Вот когда мне пришла повестка в армию, позвали 25 человек из района. Надо было в десяти часов утра. Но в восемь утра со всех деревень. И воинком обращается к нам совсем. Ребята, может кто-то хочет остаться? Вот сынокос, скоро начнется. Нет, только в армию. Как же? Нет, только в армию. Мало того, вы приоткрыты у него в кабинете, я и еще один. Мы нашли двери, он звонит в Том. У него ведь разнарядка двадцать, а пришли все двадцать пять. Чего делать? Ну-ка еще раз комиссия провели, провели комиссию, все здоровы. Жалоб нет. Он опять звонит, ничего не выводит. Присылай мне комиссию. Приехали в Том. Проверили нашу команду, двадцать пять человек. Все здоровы. Слушайте, а как же? Я, к счастью, приехал из комитета товарищ, Иван Выборщин. У нас пять человек. Смотрел документы. Чистые, соботяги, редкие ребята. И попал вновь шестьсот двадцать девять. Это было очень такое. Первый раз убитого я Сталин, Ваши, в пятьдесят девять, в мае месяце, на Рублевском шоссе. В течение времени. Останавливается в клевшем обеи. В первую очередь я выжил свой маленький. Мы смотрели, думали, что станет два метра роста. Я здесь, там, Иван Горобецкий есть, Коля Горжевский подальше. Что там? У нас было только пучка. Так что, вот это было. Иван Горобецкий, Иван Горобецкий, Ну вот, значит, что характерно? Он уходит здесь с машины, И идет к роду. А я же не имею права сказать, Иван Горобецкий, Он туда был в штатском одежде. Молочка и эта сына, Молочка, У которых еще нетέ Fania. Он приближается, И идет, Потом он остановился. Как будто Санкт-Петербург Иван Горобецкий, Какой хороший солдат. Потом уплотненностью. Потом меня перевели еще. Надежно, А были ли вы во время войны свидетелем какого-либо подвига? То, что вам запомнилось? Какой-то яркий поступок? Когда нас везли со станции Чакина, где-то из Чакинска привозили нас в Саратове, везли нас в пещелом груз, какой-то заводчик. Было 4 вагона, там женщины с партнерами, литми с грудью, и такие, где-то синие. И нас по 5 человек. Я не помню их, это когда немцы наступали. А что вы думали, когда женщина провела? Примерно метр восемьдесят, как надо поменять, настолько короче, какие-то выколки, но вы этого не соображали. Нашел вот зарез до 6 километров от Чакина, до райцентра Ржапса. И он так развел в кургане, нас кидал в арестовке против своей власти, против старина. Оставайтесь так-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. И вот женщина поднялась одна, когда поезды к Ржапсу подходили. И потом они сами поехали, приходили. Я помню, когда столько тормозовало, а там на прутях стоит воинский состав на фронте. А может, у меня ей помогло, он толкнул, и он подбросил голову, упал, и умер. С ним была женщина. Я столовик, я спросил, кто толкнулся. У меня под яблоко взяли один и эту женщину. Понимаю, эту женщину. У нее тоже вставили в Советском Союзе. Как-то вот таки, в кармане приделали. То поедали. Значит, нас не оставили. Три дня, я кормили. Его управляли мертвы. Он упал, когда налился головой, ловился. А ее же там забрали. Пормили и вот так нас отвезли. Идли с ней в Саратовскую область. В Саратов и Саратов через два дня. В Бальсер там поезда они ходили, там, кораблем километров, что-то, десять пешков. Вот так вот. Работал там в колхозе, про прицепщик, вернее, валах воду возил к тракторам, потом царя, бензин возил к тракторам, потом прицепщикам, потом, значит, трактор ХТЗ, это колеса большая, научил этот товарищ инвалид, дядя Федер, не помню его фамилия. А какая для вас особенно дорога? Ну, это, конечно, шли победы. Я, конечно, в последние 40 лет Туршина, когда был последний парад, в 23-м году после Шмидтарии, я был полаганом на их Туршину. А на 26-м комбинате, значит, с 2005-го года, практически, в системе главных тракторах, с 60-го года, то есть здесь, в последние годы, был я начальником службы безопасности до конца своей работы. Что вы знали осенью 1941 года, положение под Москвой? Значит, когда наши отыскали фашисты в Москву, мы радио публиковали все, мы кричали «Ура!». Это первые наши победы, и они еще будут, я помню, кто был секретарь райкома Бальцевского района, это сейчас Некрасовский район, село, было Норк, осталось село Некрасово. Вот, помню, нас собрали всех, да, еще, по-моему, это 42-й уже был, станция Камышин, где-то недалеко от Сталинграда, туда собирали людей копать окопы. Ну, ну, там не просто компания, там же, вот, как-то, тоже бы, надо, можно сказать, значит, молодежь, пацаны были войщиками на момент, для телеках, женщин, уже стояли в шелом встану, до 30-ти, охваты, славники, внуки, 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 внуки. Как вы воспринимали то, что враг подошел вплотную к столице? Мы считали, что никогда Наполеон не смог взять, а лидер вообще не смог взять. Русский взял, ничем не смотришь. Кого вы и ваши товарищи считали во время войны наиболее выдающимся полководцем? Я считал Сталина. Он сделал. Командовать от надумий такой страны, как было. Конхозы, совхозы работали, продовольствия были, даже были, даже после войны. Мы были еще во время войны, это 44-го года, когда все были официально работали, когда в конхозе, трудовые не давали. Но у меня документы, потому что я, что-то около 5 месяцев во время войны работал в совхозе. Считали победы Сталина. Потом мы узнали правду. И ваша оценка Сталина не изменилась? Нет? Полководство. А кого было отношение ваших знакомых к личности Сталина? То есть не только ваша оценка сегодня? Не только ваша личная, а какие-то конкретные примеры? Положительные. Оценка, конечно, другая. А что, по-вашему, объединяло представителей разных народов на фронте? Счастье в том, что государство наше было новонациональное, когда я попал в детские дни. У нас не только русские живут. Потому что есть и казахи у нас. То татары есть у нас. Чуваши есть у нас. А я считал, что в Грузии есть. Я же помню, когда я его видел, этих тоже ребят-то молодых. Тихо, я татарин. Я говорю, как? Сколько знали, не все что нигде. Для меня было непонятно. Поэтому и победили. Все национальности были сплоченными. А сплоченными – это самая-самая страшная сила для города. А верили вы в Бога до войны? Как бы сказать? Бабушка наша очень верила в прабабушку. Она знает, что вырисовала. Председателя колхоза, председателя Сухорокова, расстреляли. Себе все это поддерживали. А повлияла ли война на ваше отношение к религии? Нет. Почему? Когда трое, конечно, бабушка. Я считаю ее… Она моя спасительница. По сей день, да. Она будет такие служащие, даже служащие в армии. Приснилась мне то, что моя группа должна быть на каком-то месте. Мы остались тысячи часов. Кирпичный домик небольшой. Недалеко от милиции этого полюса. Что объединяло представителей разных народов на протяжении? Да. А там щепок плохо. Солдаты собирают щепки и начинают костер разобрать. Она моя колеса. Она в Лухонемае была. Она разговаривала. У бабушки не было. Я разговаривала. Кстати, у нее муж был. Она в Лухонемае учителя. Четверо детей. Четверо ребят. Она вот иди, пойди. Езжай, одень чего-нибудь. Холодно. Покуришь три раза, потом приезжай. Я подхожу к Горшинину. Горшинин, командир Минопеда. Сын министра юстиции Горшинина. Я в Угене начинался. Не могу, что возьми накидку. На пакетной машине доехал. Там три километра. Приехал. Знаешь, как она? Вчера мне во сне говорила. Накидку взял, запырил. Она отошла. Закурил. Закурил. Руби, ну, быстрей машину. Приезжаем. Угоняли заключенных. Большими сроками. Кто-то им сказал. И они ковыряли камни и бросали в солдаты. Там быстро это дело погасили. Пожалуйста, спасибо. А как вам удавалось не падать духом? Войне на ваше отношение к религии. Я ждал победы. Каким образом? Война повлияла на ваше отношение к религии. Я был уверен, ждал уверен, что будет победа. К религии. Команда там пела. Это, я считаю, честно служить оружие. Николай Брат попал под это. Не попал, да. Смотрите, что будет, я не знаю, как пролетел. Пришел вновь и на ваше отношение к религии. Когда нибудь перел в Смоленск. Сейчас еще брат, защищал вот эту Смоленску. И, вот, приезжаю к религии. И вон в Болоте, там многие притворились мертвыми, а немцы подходят. Какое было ваше отношение к немецким солдатам? Какими вы их видели? Я их видел на станции Радо, под Тамбово. Все были очень ласково, и они прокладали Гитлера. Говорит, забыл, потому что с Наполеоном был. Это я бы сказал. Станция Радо даже, может быть, в Беларусской области 12 километров от Тамбово. В Венгрии эти были, конечно, промыши. Там и другие цепи прошли, они в болото ушли. И вот, когда начнем с собрания с Амадово... Приходилось ли вам во время войны слышать о власовцах? Или о власовцах и других предателях? Нет. Мы узнали в конце войны. Когда обрак пошел с армией, воевал в Чесараге. Там, где был власов. Их группа была, как он говорит, не то что он, а там кто-то из группы. Вот они их блокировали. Власов поезжали. А какое у вас было к ним отношение? То есть что вы о них подумали, когда узнали? Я узнал так, что солдаты, есть солдаты. Они им подчинялись, как генералу. Когда мы забрали их, которые попали в себя, где я видел. А сталкивались ли вы со случаями дезертирства? Нет, не встречал. Я такого не встречал. Что запомнилось из встречи с населением во время отступления, во время пребывания? Какое ваше личное отношение к дезертирам? Отрицательное. Терпение. Голубки, если об этом твоей родине, что я с вами. И такое же отношение у вас к штрафникам? Да. А были среди ваших знакомых или знакомых ваших знакомых люди, прошедшие штрафбат? Мне, например, понравилось. К счастью. По этому они еще многие молчат обычно. А как вы относитесь к возможности человека искупить свою вину, которую представлял штрафбат? Ну, естественно, добросовестный человек. Он понял свою ошибку, которую он допустил. Он старается оправдать свою действию, оправдать свою вину, то есть искупить свою вину. А если он не водеет, то он оставался не водеем. Расскажите о бытовых трудностях во время войны. Ну, как какие? Картошка мороженая, как бы лопатка. И все работают с предотвольствием особо заходящей работу. Вы знаете, как вы издав率 населения, изумчательная сburg, как говорили. Там же, кем-то издавалов, как работают, как работают, как работают, а что там еще нужно? Спрашивайте. А какое время года было самое трудное для вас? Самое трудное было, когда я был в детском доме, с рано своей шестиной. А вот нечего, ходить нечего, снег выпал. Волык, на которых я отвечал, ушли. Я почти босиком шел, чтобы их выяснить обратно. Первый, на первом сне, почти босиком. Это было трудно. А потом что-то дали, когда перевели из детского дома в Бальцер. Это было так тяжко, конечно. Ну, еще и найти, как раз. А как вы оцениваете нашу боевую технику? Как вы оцениваете нашу боевую технику в те времена? В те времена? В те времена. В те времена, вы знаете ли, вооружение было, конечно, слабенькое. Слабенькое. Но тут были солдаты, которые ходили. Мы, ну, мы руками, вот, и друг бред брагаю. Патронов у меня. Это же, да, у меня командирка, он в металле, там, вот, что мне дали, с патроном, винтовка, пока я переселкнула, у меня щелкнули. У меня, когда уже в берег прошли, вот, до шевалинска уже пошли автоматы, пошли пулеметы, пошли минометы, пошли танки. Здесь это было уже совершенно другое. Он говорит, как только перед боем, мало того, что у меня в автомате диск, патронов, я еще в карманы набивал патронов. Я говорю, там, вот, вдруг скажу, в кармане, хоть это, подъезжать вперед, там, закалываться, но я знал, что у меня патроны, еще вверх меня никто не возьмет. И в четвером крикнули «Ура!». А как вы отдыхали на войне, в час надежды? И было ли такое время? Как я отдыхал на войне? Да. Ну, у нас доходили туда, там, 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 все, у вас чуть рассеял, наоборот, я запрягаю лошадь, и она понеслась. А приходилось ли вам слушать выступления артистов, концерты фронтовых бригад? Что наградение начало? Он говорит, немцам сцепились они с собой, доложил душу, и я, говорит, было хотел, приезжать, остановился, вы его бежали, прикладывая немцу, как дал винтовать, и он, тогда, упал, капитан, ну, это, сразу, тот, и, 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 вот это дали, море. А вы поддерживали связь со своими родными в те времена? Впечатления, вы увидели этого? Только, я ж, блядь, я увидел в 45-м году. Ну, как, вот, конечно, что, получите вознаграждение, в кавычках, получите вместе. В, вы были ранены во время военного военного. Восходно ранение было. В, а когда это? В, 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 А кто и как оказал он тогда первую медицинскую помощь? Каково было Ваше отношение тогда? Может, Ваши товарищи, что знаете? Ну, я быстро излечился. У меня Петя работает. Как Вы и Ваши товарищи относились к тем солдатам, которые побывали в плену? А что Вы знали о союзниках СССР? И в 1942 году, в осенью, у нас занятия проходили, когда мы были в детском доме. В 1942 году они пришли, чтобы Америка, Англия, СССР должны были открыть второй фронт. И тогда должно быть, надо идти и работать. А насколько ощущалась реальная вот их помощь союзникам? Не помню, год, когда мы нашли от них продукты, нам сдали в детдоме, в память, в память. То у нас была картошка, пшеница молодая, в дневнице, лепешки. А тут вроде и консервы. А мы достались. Какой помощи Вы ждали? От них только победы, а больше ничего. Считаете ли Вы, что их помощь была своевременной и достаточной? Это не мне судить. Я не знаю. Где и как Вы встретили День Победы? День Победы я встретил в городе Белеве. Помню, с утра радио. Какой фильм о войне, по Вашему мнению, лучше всего передает атмосферу тех лет? Отношения между людьми и военные события. Можете сейчас много врут. Много врут. Это плохо. А вот нет такого, что Вам понравилось, что Вам кажется достоверным? Раньше мне очень нравился фильм «Два бойца». В период войны… Был эти два артиста, которые… Уже нет ничего. Они нет русского языка, и они побеждают. А сейчас какие фильмы? Кого-то убили, кого-то добили, кого-то… А книжники, какие-то произведения, печатные… Есть Ваше любимое по войне? То есть, что, кажется, правильно написал человек? Они беждают. Сестра. У меня, так сказать, не в винтовке, не в пушке, и кончились патроны. И Вы советуете «Два бойца» посмотреть в молодёжи, именно вот этот фильм, да? Конечно. Они зажали и драбли добраться, потом второй снаряд… А как Вы оценивали то, что после войны с Германией нам пришлось воевать ещё и с Японией? Правильно. Я одобряю этот поступок нашему государству. Они ж держали наши войска в границе. Они ж хитрые были за плодёжных энергетиками. А в сопках они ж закапывали своих людей. Закапывали. На цепях они были. Добровольно. Они ж не дали нам воевать. Пришлось часть армии держать на границе. А сейчас приезжать, потому что острова отдайте. Мне ещё надо половину отобрать. «А принимали ли Вы участие в войне с Японией?» «Я сюда не уедем. Остановил ведь пока послужили. Ужатья, да, были. А как Вы восприняли победу над Японией?» «Радостное». Потому что горюки держали наших под ружьём. Не давали милистинских искусств. Они могли воевать на Западном фронте, а они стоят здесь. Правильно. «А как Вы думаете, почему началась война?» «Война?» «Воих фашизм не спрашивали. Мне приходилось договорить с немцами достаточно ровно. «Весь дом заняли. Немцы весь дом заняли, никого никуда не выпускали. А понимаете, в чем дело?» «Ужили элипулации. Ему нужно было делать это. Ведь у него какая была цель. Белорусы были что-то нечисленные. Потом с поляками раздрылись. Потом половина русских убрать. Им нужна территория. Они бы сидели в белых перчатках, ели бы наше хлебушек, наше масло. И мы с вами молоко пили. Я и только для этого. То есть, когда взяли техни войска в Францию, все радовались от выросли продукты. Они, о, как хорошо. Мы же хоть и отняли, в России отняли. Скот порезали наш. Но у них два последних года толком не пахались. Мы сеяли ничего. Не ждали, чтобы не перезвен. А как это? И когда стали подходить к записькам, у них солдаты были голодные. Которые отрядами переходили на сторону Советской войны. Не то, что они воевали против. Это майор. Но я знаю точно. А как вы думаете, как можно избежать угрозы войны для нашей страны в будущем? У вас есть какие мысли? В будущем для того, чтобы у нас была сильная армия. Я, честно говоря, одной вещи не доволен. Что-то мои солдаты один год слышали. Я служу по себе. Первый год я был глина. И ходили мне там. И делали там. Меня учили ходить, изучать оружие. Мы там были в Сличке. Были отряды. У нас уже сколько вас хватит. Вот такая вера была. Заход мы не ищем в обществе. Второй год мы стали покрепче. А защитниками мы стали на третий год. Я за то, чтобы три года солдаты слышали. Что это будет... Ну, не спать Бог. Начни сегодня. Что этот заход-то изучил? Ну, вроде меня. Он не знает, каким камнем прикрыться. А он высунется. Он готовит мясо. Многие этого не понимают, которые сейчас прячут детей от армии. Они делают из них вкусное мясо. Мы хотим помочь нашим... А что вам хочется еще рассказать, добавить к тому, что вы уже сказали? Что рассказать? Сейчас... Грохо то, что у нас... Которое я раньше говорил, что не знал, что такие национальные страны. То есть... Что не граждан, кто укажет хозяином. Что не рынок, кто хозяин, опять же укажет. Что не квартиру получили. Опять хозяин с городского газа. Были банки. Ну, в частности, я... Пошел... У меня три тому назад в магазин. Там приедет. Нучка с правнуками. Восьмого не было. Шпорты. Четко было написано. 24 года. А какое отношение у вас, у вас, у вас, у вас было при личности? 39. И вот хозяйка уже в секции. А что это такое? Да, 39. А там, где-то прицеплено с краешкой. А считаете ли вы, что их помощь была с временем недостаточной? Их банки... 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 Это делали. Их банка. Но так вот... Ну, так вот... Все подорожало на 50%... Вот надо, чтобы государство сделал... А потом вы угодно. Поднять сельское хозяйство. Я его люблю... Поднять сельское хозяйство... Чтоб в каждом дворе было... И коровы, и поросенок. И если этого не было, то будут вы! Прир יכול来了. А что вы хотели бы пожелать нашей молодежи? Первое, чтобы они всегда были на стороне защиты своего нашего родного государства, училища, и не только юристами, как он сказал, но и юристами, они работягами. Шпанисинский хозяйственный институт, в общем случае, нравится, нравится, если они будут работать в этой отрасли, то через два года мы можем подняться. Но надо, чтобы... Ну что ж, Иван Дурак, значит, Турзимур Сыныч хозяин магазина, на рынке картошка 50-х, когда что-то было такое? Во время войны в Буханках ее поставило 100 рублей, на рынке 100 рублей, тогда война. Кто-то отрывал, хотел что-то купить, он купил, 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 он ее продает. Ну а сейчас-то картошка 50 рублей, нечего. Ну такие нуждаются. Спасибо вам большое за то, что рассказали. Ну а насчет цен, насчет порядка торговли. Могут наши навести порядок? Мы постараемся, мы как раз над этим вот работаем. Над этим работаем. До новых встреч!